Игорь Руденя провел прием граждан в областном правительстве. Глава региона рассмотрел три вопроса, которые связаны одной темой проблемы в образовании. Что решил губернатор по итогам общения с жителями Тверской области в первом материале выпуска. К главе региона обратился житель Киморского района, многодетный отец Александр Бросин, с вопросом о поддержке в приобретении станков с числовым программным управлением для кабинета технологии Горецкой средней школы. Труды в школе исчезли, но вот в Горецкой школе они сохранились. Труды должны быть другие, технология должна быть другая, современная. Но отсюда уже и пошли наши намерения в сторону числовых технологий. Сегодня оборудование числовое уже не такое дорогое. Это принтеры, 3D-станки, фридерные, лазерные станки. Вот эти три вида станков, которые дети уже сегодня могут осваивать. Всего в ней учатся 146 детей. Большое внимание здесь уделяется профориентации будущих выпускников. В учреждении активно развивается профориентационное направление по техническому творчеству. Инициативу получило несколько грантов президента Российской Федерации. Помощь в приобретении современного оборудования позволит повысить качество образования и вовлечь еще больше детей в эту полезную деятельность. Игорь Рудене подчеркнул, региональное правительство готово оказывать поддержку. В ближайшие три месяца все необходимые решения оформим, примем и собирайте документы, подавайте заявку в Минобор. Вручение мы сейчас дадим и надеемся к вам приехать где-нибудь в середине лета, что у вас там уже все будет готово. Второй вопрос встречи также касался Торжокского муниципалитета, а именно его районного центра. Одной из городских школ срочно требуется капитальный ремонт. Мама одной из учениц, Елена Тимошенко, приехала к губернатору с просьбой о помощи. Ведь на данный момент в опасности ежедневно находятся дети с первого по одиннадцатый класс. В каком сейчас состоянии находится учреждение? В плачевном. В прямом смысле в плачевном оно плачет. Кирпичи валятся, штукатурка сыпется, здание плачет. Глава региона пообещал Елене в скором времени разобраться с проблемой. На следующей неделе я своих коллег отправлю внимательно ознакомиться с состоянием этого здания, чтобы они сделали все для этого времени необходимые заключения. И тогда принято решение, что надо делать. Либо капитальный ремонт, либо, возможно, подумать о каких-то других вариантах. Ну да, возможно, строительство. Может, оно нецелесообразно, ремонт. Еще один вопрос, касающийся ремонта, подняла и Ирина Попова. Ее дочь ходит в детский сад в поселке Черногубово. Учреждение уже переполнено. Поэтому администрации было принято решение увеличить количество групп, а заодно и провести благоустройство территории. Реконструкция детских площадок. Там имеется еще с советских времен. Все какого-то железное, самолетики, машинки. Соответственно, это очень травмоопасно. Благоустройство. Да, благоустройство. Плюс в садике находятся помещения, и оно пустующее. Садик недалеко от города. И, насколько я понимаю, он может вмещать себе большее количество детей. Игорь Руданя отметил, что как только правительство получило заявление от Ирины, уже началась проверка. И к ее личной встрече с главой региона уже были приняты некоторые решения. По предварительной информации, которая у нас есть, не только малые формы требуют ремонта. И вот эта комната на втором этаже. Там и лэп находится в непосредственной близости. Там и требуется внимание благоустройство, забор, фасады здания. Ввод тепловых магистралей в здании осуществлен уже несоответствия с нынешними стандартами и нормативами. Поэтому коллеги съездят, посмотрят. То, что сделаем, вопросов не возникает. Всего на эти цели предполагается потратить порядка 2 миллионов рублей. К 1 сентября этого года работы уже могут быть завершены.